Все юбилейные объекты должны быть сданы в срок. Такую задачу ставит губернатор Вадим Потомский. Контролю и надзору за работой на юбилейных строительных площадках уделяется первостепенное значение. Во вторник глава области провел совещание, где были обозначены первоочередные задачи. Вадим Потомский рекомендовал силовому блоку усилить контроль за динамикой платежей и сроками выполнения работы. По тем объектам, по которым у нас сегодня есть опасения, что они будут введены в эксплуатацию вовремя, мы подготовим определенный список. Я просил бы прокуратуре, ФСБ, проверить изначально, вот старт был этим объектом давно, то есть это строится объект, и не один год, проверить первые платежи, которые были по этим объектам, именно первые платежи, вот первые там 5-6 платежей, и посмотреть динамику их расходов, куда эти деньги пошли. Пошли ли они на самом деле на приобретение строительных материалов, на закупку техники, оборудование, все, чего угодно, или пошли на помойки, дабы рассчитаться за победу в конкурсе. Потому что по-другому я не понимаю, как при таком объеме финансирования, которое исчисляется 12 миллиардов рублей, можно было умудриться объекты делать в том качестве, который сегодня нам их представляют. Когда не хватает денег, у нас выясняется, на кресло, когда у нас не хватает денег, на строительные материалы. Понятно, что сегодня есть некая сложность стоимости тех или иных материалов, потому что какие-то импортного производства, да, мы знаем там, курс доллара и евро, но на тот-то момент что мешало? Напомним, подготовка к юбилею города развернулась по нескольким основным направлениям. Работы по строительству и реконструкции объектов культуры, образования и спорта, а также развития дорожной и транспортной инфраструктуры. И сегодня же днем губернатор посетил ряд юбилейных объектов, уделив некоторым из них особое внимание.